Ой, Дед. Здравствуйте. Когда-то мы с вами разговаривали. Здравствуйте. А в чем, если не секрет? Напомните. Ну, про политику говорили. Ну и что у вас? Как думаете, 7 октября, чего произошло в Израиле? Ваша версия. А что там произошло конкретно? Напомните события. Я по датам не буду. Потому что я уверен, что вы хорошо знаете. А что там произошло 7 октября? Ну, Хамас напал на Израиль. Приблизительно 3000 вот этих бармалеев из Хамаса напали. Параллельно обстреливали. Секунду. Параллельно обстреливали ракетами. Сотнями тысячами ракет обстреливали. И вот взяли в заложники, убили большое количество людей. 1400 погибло разными способами. Террористический акт произошел. Террористический акт. Террористический акт. Хорошо. Тогда, как вы думаете, а кому это было выгодно? Ну, это ваше следствие должно организаторов находить. А не бомбить. Почему ваше следствие не нашло организаторов? Почему оно не... Вот у нас был теракт, у нас сразу вот, вот, вот. Вот этим выгодно. Вот сюда ведут. Ну, вы пытаетесь сравнить немножко несравнимые вещи, да? Почему? Там террористический акт. Верно. Но здесь догадки, а здесь факты. Вот в чем разница. У вас догадки, а там факты. Ну, давайте по фактам. Кому это было, может быть, интересно? Израилю. Израилю. Ну, можете аргументировать? Ну, конечно, спровоцировать инцидент на Ближнем Востоке, чтобы отвлечь Америку от украинских проблем, чтобы она туда... Она так и сделала, сказала украинцам, извините, вы хорошие ребята, но израильтяне важнее, мы побежали им помогать. Все, на этом все... И все, и закончилась вся украинская помощь. С тех пор украинцам вообще ничего не идет. Они обещают, что-то рассказывают, а нихрена ничего нет. Все, все, уехало. Это вы сейчас вот намешали всего в кучу прям. Догадки, я же говорю. Вы догадки, и я догадки. Вот смотрите, 60 миллиардов долларов, я так понимаю, что сейчас должны разрешить американцы. Я правильно понимаю? Они их еще сто лет будут разрешать, разрешить. Ну, вы знаете, вот я бы так не говорил. Раньше я так тоже думал, как вы, да, но после того, как они решили разделить, решили, и уже кто там, то ли Конгресс, кто там первый, там должен Сенат, Конгресс, и не помню их последовательность разрешить. Одни уже разрешили, а теперь вторые должны разрешить. Вот теперь посмотрим, сколько это будет. Украину, держим его до разрешения. Подождите, давайте посмотрим. Вот вы говорите, Израилю было выгодно это сделать, да? Да. И что? Ну, хорошо. Вот если это Израиль сделал, что дальше? Дальше он обвинил во всем, скажем, государство, то есть автономии эту. И начал ее бомбить. Подожди, то есть просто так начал бомбить, и... Нет, не просто там газ мимо шел, он начал бомбить и разгонять. Все, убирайте свою автономию, нахуй надо, на ненависть. Отличная версия. То есть, смотрите, давайте возьмем, давайте возьмем, народу Израиля это было выгодно? Народ Израиля состоит из провинции. Людям, людям простым, выгодно или нет? Нет, простым мне не выгодно. Не, не выгодно, да? Правительству Израиля было ли это выгодно или нет? Да, да, да. Да, вы уже пояснили, но я считаю, что это, извините, я даже не буду комментировать эту версию, я просто выскажу, почему им не выгодно было. Хорошо. Потому что они рисковали навлечь гнев народа, и их просто выбросят в утилизацию. Вы знаете это, да, что их просто переизберут, понимаете? То есть, сказать... Вас Украина ничему не научила со своими мандатами? Номер народа вас Украина ничему не научила? Сейчас этот народ пачками утилизирует, и никто не вякает. Вас ничему не научила, что все эти демократии, и все сказки. Ну, если вы пытаетесь все в кучку, как бы это... Не надо в кучку, давайте... Я аргументированно говорю, что ни людям, простым, не было выгодно, ни правительству, потому что они рискуют просто остаться в истории, да? Их выкинут, и будет разбирательство. То есть, не было выгодно. Теперь давайте пойдем дальше. Кому было выгодно с Палестинской, с сектора газа? Простым людям было выгодно такая акция? Нет, не было выгодно, да? Пойдем дальше. А руководству Хамаса была ли выгодна такая акция? Нет, нет, и с ними сделают то же самое, что с правительством Израиля. Они это прекрасно понимали, им это было. Подождите, подождите. Ну, вот смотрите, Израиль почти уничтожил там процентов 80 Хамаса, и что, их выбросили? Ну, а это же не Хамас, а Израиль, что они? Мы говорим, выгодно и невыгодно? Подождите, подождите, подождите. А теперь давайте разберемся просто, да? А на что живет сектор газа? На какие деньги они живут? А на что живет Израиль? На какие деньги он живет? Израиль великолепно зарабатывает большое количество денег. С 47-го года он зарабатывает, по-моему, они там все пришлые. Нет? Подождите, подождите, вы сейчас... На чужих территориях. На что живет Америка? На площадях Дакота и Апачи. Уважаемые, уважаемые, вы сейчас намешали, сейчас извините. Еще раз. Вы знаете, какое ВВП Израиля? Смотрели, может быть, случайно посмотрели, может быть... А у вас есть раздельный учет ВВП Израиля и ВВП... Приблизительно, я вам сокращу просто. Приблизительно 540 миллиардов долларов. Понимаете? Это при том, что государство 22 тысячи квадратных километров и приблизительно 9 чем-то миллионов населения, из них 2,5 миллиона населения, это арабское население, да? Ну, значит, они работают на это ВВП и зарабатывают... Конечно, 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 они... Арабы тоже, называется она израильским, а на самом деле там арабы херачат. Подождите, секундочку. То есть, вы пытаетесь сравнить, на что израильтяне живут, но вы понимаете, что это... Нету очень много стран с таким ВВП. Давайте честно говорить. Давайте. Ну, давай. По-моему, Израиль находится на 13-м месте, если так мы возьмем по этим европейским штабам, по-моему. Но там арабы работают в Израиле или нет? Там арабские языки. Конечно, работают. Официальные. Ну, а называемые это евреи. На самом деле это вести. Да, да. Подождите, у них такие же права, как и у евреев, понимаете? Да, да, согласен. А теперь давайте разбираться. Так на что же все-таки живет сектор газа? Мы уберем вот эту вот пропаганду, все уберем, и только логику включаем. Как на что? На доходы. На доходы. Подождите. В секторе газа. Есть ли ресурсы? Они обладают какими-то ресурсами. Это небольшой, маленький клочок земли. Есть ли у них какие-то ресурсы? Там, я не знаю, газ, нефть, там... Вы все отняли, откуда у них ресурсы? Вы все отняли. Мы отняли. Вы, видимо, ничего не понимаете. Мы ничего не отнимали. А не сами вам отдали. А что было отнимать? А не сами вам отдали. Подождите, ну, у нас диалог же, да? Дайте, пожалуйста, мне сказать. Пожалуйста, пожалуйста. А теперь смотрите. То есть на что же живут эти люди, да? То есть мы сказали, что ресурсов нету, да? Промышленности и экономики тоже нету, потому что там Хамас не выстраивает никакую, не берет ответственность за сектор газа, за эти ключи. Так, правильно. И на чем же они зарабатывают? Не, 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 секундочку. И на чем же они зарабатывают? Давайте подумаем с вами вместе. Я тебе рассказываю. Они, как евреи Третьего Рейха, лапошенли добрых бюрель, так вот эти лапошен бедных израильтян. Они воры, их надо истребить. Не, 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 секундочку. Сейчас ирония неуместна. Давайте просто по логике. Давайте, на чем они живут? Не, 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 секундочку, секундочку. Так еще раз. Вот смотрите, как вы думаете, вот человек, который на паперти, да, если он будет в костюмчике Версачи сидеть, как вы думаете, ему подадут денег или нет? Почему нет? Или все-таки он должен сидеть в лохмотьях, да, и желательно, чтобы не было каких-то конечностей, чтобы больше, лучше подавали, правильно? Поэтому вот эта вот идея, что их оккупируют, это десятилетиями вот это вот все. А так там израильтян не было никогда и нету, да? Это все в район. Подождите, в 2005 году Израиль вывел все свои поселения, переселил, выселил физически людей. Ни одного миллиметра из сектора газа Израиль не оккупировал после этого времени. Расскажи про голландские высоты. Расскажи, пожалуйста, про голландские высоты. Только после того, как вы мне расскажете про Курильские острова и про город Калининград. Калининград исторический. Насколько я понимаю, что город Калининград, это же... Кто основал город Калининград? Это же славянский город. Кто это был? Владимир Красное Солнышко основал этот город? Да. А, ну понятно. Ну тогда и голландские высоты, это абсолютно израильские земли. Вот, я тебя там уже. Все израильские, голландские. Откуда у них свое, если все вокруг израильских? Подождите, подождите. Но вы перешли на голландские высоты, мы начали говорить про 7 октября, а вы сейчас начинаете прыгать на голландские высоты. Так мы с вами логически двигаемся по цепочкам. Давайте логически рассуждать. Давайте. Мы пришли к такому мнению, что, во всяком случае, вы не можете не согласиться, что эти люди живут вот этой вот идеей. То есть они живут на пожертвовании, давайте честно говорить. Как старики, женщины, геки, нищие. Во всем мире живут на пособие. Согласен. Да подождите, подождите, подождите. Дайте мне сказать. То есть они живут на пожертвовании. Европа, Америка, арабские страны. Есть такие страны, как Япония. Да социально не обеспеченные все живут на пожертвовании. Верно, верно. Вот. То есть там есть... Отлично. А теперь вот эти вот деньги от руководства Хамаса. Как вы думаете, что взамен получают? Как они это используют? Чего? Ничего не получают от пожертвований? Нет, нет, секундочку. Секундочку. Значит, там крутится от десятков миллиардов долларов до сотен миллиардов долларов. Это очень большой бизнес. Через израильские банки, надеюсь, крутятся? Нет, не через израильские. Через Катар, насколько я понимаю. Ах, там катарские. На территории Израиля катарские банки. Интересно. Нет, на территории Израиля нету, извините. Нет, подождите. А они где находятся? Сектор газа-то где? Сектор газа находится между Египтом и Израилем. Отлично. Не в Израиле, не в Израиле. Ну, через израиль там транзакции не ходят. Подождите. Самое интересное, что если бы все вот эти деньги, руководство ХАМАС хотело бы взять на себя ответственность и построить экономику и вот это вот всё, да, то у них есть выход к морю. Они могли стать Сингапуром каким-нибудь, понимаете? То есть, а они продолжают быть в такой же самой ситуации, как и были десятки лет тому назад. Понимаете? То есть, это бизнес, уважаемые, это бизнес, который надо поддерживать. И они не дают своему населению никак не развиваться, ничего подобного. Вот и всё. А теперь поехали к самому интересному. Нет такой цивилизации, которая может развиваться на воде. Все развиваются на суше. Они могут вложить, но у них своей земли нет, поскольку приехали евреи и всё забрали. Они бы рады вложить, но не купить. Ну да. Вы поймите, что вы понимаете, в чём дело? Вы ещё с Советского Союза, да? То есть, там же тоже очень много было пропаганды. И поэтому эта идея, она очень хорошо поддерживается. Погодите, вы понимаете, что на земле надо вкладывать деньги? Или вы не понимаете? Нельзя в воду, в воду ничего не вложить. Да, но они-то вкладывают во что? Они вкладывают в оружие, в рытьё туннелей. Это средства зарабатывания. Основной заработок этих людей, вот это конференция. Они в земли нету. Они все под землю залазят, потому что сверху земли нету. Мы всё забрали. Они только самасовцы залазят. Все подряд там залазят. Вы как начнёте бомбить, они все туда залазят. И старики, и они все подряд залазят. То есть, это такой бизнес, да, за который платят. Но они всего-то навсего инструмент. Они не главный этот самый. Главный бенефициар – это точно не Хамас. Они инструмент. Главный бенефициар во всём мире, ЦРУ. Чтоб ты знал. Вот он главный. Я это знаю. Ну и всё. Что ты мне рассказываешь? Вот ЦРУ просрало всю Украину. Тут устроило, туда всё перекинуло. Чё непонятно-то? Вы дадите мне сказать? Да, пожалуйста. Потому что мы же там не разбивали. Пожалуйста. Ну, смотрите. И вот смотрите, что происходит. То есть, я считаю, что эта акция была проплаченная. То есть, нужна была именно такая акция. Вы же знаете, что Израиль очень часто обстреливали ракетами. Десятилетия обстреливают ракетами из сектора газа. Вы же знаете это, да? Да, да. Сначала было это более южные районы. Потом они стали центр уже обстреливать. Поэтому... Но в Израиле есть железный купол. Как бы в России не смеялись над этим железным куплом. Уже нет. Но 90 процентов, как минимум 90 процентов он сбивал, да? А из 10 процентов часть падала куда-то, там, где нету, не живут люди. И иногда были попадания. Поэтому, скажем так, 2-3 недели, когда они бомбили Израиль, там сотни ракет и тысячи вылетали на Израиль, то было несколько раненых и было даже там один-два погибших. Такое тоже было. Прямые попадания всякие. Такое, к сожалению, бывает. Но этот... А, и тогда потом Израиль выходил. Давал, извините, звездюлей. Да? Потом на Израиль давили. Давили очень сильно, что нельзя принимать... Вы проводите чуть ли не там геноцид. Та-та-та-та-та-та-та. И начинались... Заходили туда денюжки и становилось какое-то время тихо, да? Сначала это было там раз-два в три года. Потом это стало раз в два года. Потом раз в год. И потом это стало чуть ли не раз в полгода, допустим. А вот теперь нужна была совершенно другая акция. Совершенно другая акция. Теперь должно было быть в Израиле погибнуть огромное количество жертв, да? Причем специально были подобраны так, что от младенцев до пожилых стариков, да? То есть там были вообще всех мастей. Там женщины, дети, старики. То есть, ну, все. Даже были сами арабы, израильские арабы были, и бедуины были, да? Взяли 233 заложника. Тоже от младенцев до пожилых стариков. Понимаете? И для чего это нужно было? Вот теперь давайте подумаем, для чего же нужна была именно такая акция сейчас? Для чего в Доме профсоюзов взяли и пожгли? В Доме профсоюзов в Одессе взяли и пожгли? Для чего нужна была эта акция? Ну, подождите секундочку. Я просто хочу передать главную мышь, чтобы вы хоть немножко все-таки задумали. Так вы сразу к мысли переходите, что у меня... Хорошо. Нет, ну, извините, я, может быть, не такой профессионал. Я обыкновенный человек. Ну, я тоже не с Альфа Центамом. Нет, ну, смотрите, есть люди, которые намного умнее меня. Я простой человек. Я думаю, что если я к такому пришел, то наверняка к такому могут прийти и другие. Ну, запросто. Более умные, чем я. Так вот, давайте смотреть. Для чего же нужна именно такая акция? Чтобы убивали, насиловали, расчленяли трупы. И я видел это видео, понимаете? Я тот человек, который видел это сам лично, потому что это сняты с убитых этих командов. Все тонкости в центр, давайте в центр. Отлично. Основная мысль. Основная мысль. Значит, я считаю, что основная мысль... Самое интересное, что 7 октября возникло, знаете, когда? Сразу же после того, как Конгресс не разрешил деньги на Украину. Так случайно так совпало. Ну. Понимаете? Ну. Вот. И после этого возникло вдруг 7 октября с огромным количеством жертв. Да? Чтобы помогать Израилю. Для чего это нужно было? Чтобы помогать Израилю. Нет. Ну вот то, что сказали. Вот Конгресс. Вот он объяснял Украину. Нет. Вы сами приходите к этому выводу. К тому, что я изначально сказал. Я говорил про Украину. Уважаемый, я говорил про Украину. Секундочку. Ну, я говорил про Украину. Вот. Нет, вы же сказали про Израиль. Помогать Израилю. Ну да. Чтобы уйти с Украины и начать помогать Израилю. Так, подождите, подождите. Смотрите, что... А вот теперь интересные вещи пошли, да? Теперь получается, что вдруг возникла такая акция. И все прекрасно понимали. Те, которые это все устраивали. Я не имею в виду Хамас. А те, которые включали инструмент такой, как Хамас, они прекрасно понимали, что если в Израиле будет большое количество жертв и большое количество... то Израиль же не будет сидеть... Ну, ребята, вы у нас тут убили кучу людей. А вы знаете, вы, наверное, ни в чем не виноваты. Вы же мирные и хорошие люди, да? Именно нужна была такая акция. Потому что знали, что Израиль пойдет не просто, а пойдет нахрен все смосить. Для чего это надо было? Давайте думать вместе. Для того, чтобы в движение пришли вот такие организации, как Хизбалла, как Иран, страна, естественно, не организация. Хуси это начали, там с Ирака начало что-то. И для чего, вы думаете, это все было? Для чего? Я считаю, что это было для того, чтобы нужно было создать видимость, что начинается Третья мировая война. Давайте срочно дадим деньги на Израиль вместе с Украиной. Понимаете, в чем дело? Вместе с Украиной. То есть хотели этот пакет... Потому что Израилю-то давали деньги. А хотели протащить вместе с Израилем и пакет на Украину. Понимаете или нет? Понимаю. Вот. И именно поэтому... Суда внимательно. Еще раз говорю. Я это делаю. ЦРУ руками Израиль. Это другое дело. Израиль. Это специально. А теперь интересно. Теперь слушай. Я не закончил. Дайте мне хоть закончить. Это я. Я тоже не закончил. Переговоры идут, ловят переговоры. Украинцы этих оппозиции с американцами и говорят, Америка не даст вам денег, если вы на Майдане не настреляете хотя бы 100 человек. Как хотите, так и настреливайте. Дайте я все-таки доскажу свою мысль. Давай. Заканчивайте. Понимаете, что я делаю? А теперь смотрите. То есть нужно было именно такая реакция. Вышел и Израиль начал все это самое. А теперь вдруг начали, когда Израиль уничтожил 80% Хамаса этого, которое, да, потому что есть только в Рафиях и осталось население полтора миллиона населения. И там 4 батальона, считается, осталось Хамаса. И вдруг на Израиль начали давить очень сильно те же самые наши большие друзья, потому что оказалось, что они очень сильно любят палестинских детей и мирных жителей сектора Газы. И поэтому давят на Израиль, чтобы Израиль не заходил и не уничтожил Хамас до конца. Теперь почему же они все-таки не хотят, чтобы Израиль уничтожил Хамас до конца? Давайте вместе думать. Давайте. Давайте подумаем. Первое, первое. Не, не, секундочку. Да первое еще раз говорю. Чего вы тут не пиздели? Чего бы ты высидел без суда и следствия? Вы огульно уничтожили. У вас нет ни одного суда, ни одного обвиняемого. Вы хуярите людей только потому, что вам хочется. Это первое. Второе. Почему Израилю запретили что-либо делать? Потому что Иран ударил в сердце вашего купола. Прямо в сердце. Он попал в центральную точку американскую, где находилась а. Радар, который захватывает весь Ближний Восток. Б. Центр отдания решения, анализа эшелона, по которому надо отвечать. И к которому подключены английские, французские, израильские и прочие ракеты. И он дебанул прям в центр. И объяснил. Еще шаг, и мы все сотрем. Слушайте, а когда он ебанул, и когда была седьмая октября? Ну чего вы вот... Вот сейчас он ответил. Вы сейчас мне рассказываете, нам сказали назад идти. Вам потому и сказали назад идти, что Иран предупредил, что если еще будете дергаться, он сотрет ваш Израиль. Вы не следите за моей мыслью. Нет, я не могу вашу мысль уследить, потому что и вы ее уследите. Не можете. Нет, я ее великолепно... Я за своей мыслью... Я не успеваю. Почему не хотят, чтобы уничтожил Израиль Хамас? Да потому что вы без суда и следствия уничтожаете евреев. Вот как вас убивали за то, что вы евреи. Вот и вас без всякого суда. Вот почему. Неужели, блядь, простая вещь не так? Нельзя убивать человека, не совершившего преступления. Нельзя судить невиновного. Ни хера не так. Мало вас, блядь, что ли убивали, блядь, я не пойму. Да вас ни хера не даже. Вот вы так нервничаете, да? Это же можно инсульт получить. Вы не волнуйтесь. Блядь, да чем с тобой жить, лучше сдохнуть. Не, не, секунду. Я все-таки договорю свою мысль. Вы нервничаете, злитесь, не знаю почему. Теперь смотрите, какая задача армии стоит. Как вы считаете? Задача армии государства... Сломать вооруженное сопротивление. Защитить свое население. Сломать вооруженное сопротивление. Нет, 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 нет. Нет, нет, задача армии стоит защитить свое население, чтобы на нас не летели сотни и тысячи ракет. Это Гринпис? А может Красный Крест? На Израиль. Может МЧС? На Израиль еще раз. У тебя каша в голове! Эпчестник! Тысячи ракет не летят, вы понимаете или нет? То есть армия справилась со своей задачей? Да, они уже прилетели. Справилась она. Конечно справилась. Еще раз говорю, где суд? Где осужденные? Твоя армия говно! Твоя разведка еще хуже! Твоя правительство вообще бараны! Все! Они не могут защитить людей и не могут показать конкретных виновных! Не могут! А у меня Путин во! Вот осужденные, вот тюрьма, вот виновные, вот всех посадят! Ваш Путин, вы знаете, ваш Путин, он ведет себя как терпила. Вы сейчас, вот Россия, это терпилы. Самые настоящие терпилы. Да, мы не звери. Давайте честно говорить, вы терпилы. Поэтому пока у вас не придет понимание, что нужно на Берлин идти, да? Зачем? А оно не придет в ближайшие годы. Нам бюргеры ничего не сделали плохого. Не, не, а не сделали, да? Вы считаете, вам сейчас будут подбрасывать поляков, прибалтов, этих самых, молдаван, кого только смогут подбросить. Или всех уконтропупим. И не впервой нам это делать. Мы разбираемся. У нас, понимаешь, какой-никакой, а трибунал у нас всегда есть. Так что, все. Слушайте, какой трибунал? Какой в Мариуполе был трибунал? Расскажите мне, пожалуйста. Вы знаете, в Мариуполе была тактика та же самая. Вы не помните со стороны Украины? Не помню. Нет, не было такой же самой тактики. А откуда они переграли эту тактику? Вы не знаете? Не знаю, откуда переграли. А, вы не знаете, потому что Украина... Ладно. ...это такой тактик, и она только сейчас так начала воевать, там, последний год. А в Хамасе так воюет десятилетиями, понимаете? Понимаю. Ладно, спасибо за беседу. Конца мы не слышим. Но все равно огромное спасибо за беседу. Вы не хотите просто... Я не хочу подчиняться вашей точке. У меня она своя. Вот и все. Потому что у вас-то... У вас-то точка зрения... Она неправильная, а ваша правильная. Правильно? Нет, я не говорю, что правильная, неправильная. Я говорю, что... У меня своя, у вас своя. Давайте на этом остановимся. Потому что иначе вообще... Спасибо еще раз, говорю, за беседу. Спасибо, что вы высказали свою точку зрения. Спасибо, что вы слушали мою точку зрения. Всего вам самого лучшего. Здоровья, удачи. Всего самого хорошего. До свидания.